макс и что ли это макс о антон привет только что сейчас насти с тобой разговаривал это роман романовский ну думай может мы все-таки это пошумим опять рано вот мне тут насти рассказала тут оказывается кто-то кому-то ухо у вас там откусил этот человек который ухо откусил но там его пришили обратно но на себя тут говорит откусил прям такой это не было но ты представляешь я эту историю как-то вообще пропустил да я вроде в курсе всего что у вас творится она мне сказал думаю да я позвоню из уст послушаю я хоть и думал макс мне расскажет в общем сидишь потихонечку сижу продлили очередной раз пытаются меня выселить в россию обратно им пофигу на все документы все неправда все ну хорошо хоть на все отпустили да слава богу конечно пути какой-нибудь шансик поговорил немножко совсем с ней она она даже не поняла что я роман романовский я берется она говорит он мне сказал один раз а потом что-то у вас заглохло и я ну я говорю видишь как сумеет это тоже нежелательно потому что но человек против я поэтому если ждано сижданов говорил сумеет вперед а вы же это шифруетесь а если вы на это есть есть объективные основания то есть потому что они так здесь хуевертят конкретно и если шумиху начать поднимать то есть они вообще просто что-нибудь начудят то есть мы пока пытаемся все это законным путем сделать ну я но слушай что вот что они могут начудить если у них в законы есть они пришла бумага что я на эти деньги хотел перевести в доллары ну слушай но вот сейчас ты же знаешь что здесь выборы фарф парламент сейчас в полную эту дугу надо я ну можно же стучаться к партиям пускай они этот вопрос поднимают почему такое отношение к беженке они пропихивают они эту историю пропихивают но это делает департамент полиции погранохраны потому что есть просто негласная установка они хотят сделать гласный поэтому надо кричать об этом потому что уже выселяют ну людей которые здесь граждане эстонии являются их уже даже выселяют уже пал но это же в беспредел это же нарушение прав человека ну так надо же об этом шуметь вот и там сидишь там надо говорить рассказывать о том что происходит ничего не будет плохо я тут это делают вообще повсеместно в прямом эфире постоянно и мало того у меня представляешь я даже выигрываю суды уже у людей которые просто тут мы просто стоят как кони в бетоне я без денег без копейки снимаю судей со своего дела только потому что я об этом говорю в открытую ну я не понимаю почему чего боитесь я понимаю что вы что вы из россии так же как и я я понимаю что я решу вопрос адвокатом а что дальше делать и посоветуюсь по этой теме дай ему мой телефон 535-77-159 я с ним я с твоим адвокатом поговорю что ульяна ульяна пономарева да ты что это будет на них прямо нигде ставить она вообще не правозащитник никакой как как она стала адвокатом твой я не понимаю ну почему ты а ты говоришь и курят своего яси я с ней вообще не общаюсь она она ангажирована полицейскими она на полицию работает ну а и все она 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 не правозащитник она защищает права полиции она она твои беженцы права не защищает я я просто ну я говорю что ребята если вы сами за себя бороться не будет это ничего не будет вон я жду вот ржданов сколько там упирался упирался игры слушай давай до конца нет я не буду у меня там я поеду поехал на контакт не выходит никак нет я я разговаривал с его сестрой у меня сестры есть телефон она говорит нет он дома но общаться не хочет ну да дай мне макса я послушаю макс я не узнаю твой голос макс сколько тебе еще осталось в следующем месте суда я знаю что ты где-то ты когда выйдешь я тебя прошу не потеряйся я тут еще пока в эстонии я же сужусь я же упираюсь и я у меня у меня даже судьи у меня из-за меня судьи снимают представляешь я их я я сказал что я всю эту миграционную службу я ее всю разгоню они все преступники до одного они занимаются тем что фальсифицируют документы подлог документов совершает тут много много чего поэтому я я тебя прошу ты как только освободишься ты сразу меня набирай понял я буду стали не мы с тобой пообщаемся я надеюсь я надеюсь что я в марте еще буду здесь тебя тоже вот я тебе говорю тебя на днях выпустят и не потеряйся я тебя прошу потому что ты у меня один из самых главных свидетелей по нашему делу по нашему это все новенький макс тут слава сидит привет привет тебе а привет тебе тоже ну давай бездоров все давай А пахнет от него алкоголем? Пахнет от него алкоголем? Да я не буду нюхать даже Короче, где-то, наверное, часа полтора-два назад пришел, ну, сел и уснул Тут и так лежал, и сяк лежал Люди фотографировали, спрашивали у меня, ну, что он? Я говорю, да пьяный и спать лег Ну, вот кто-то вызвал скорую Короче, она у него спрашивает там его данные все, а СКО и там и все, и все, и все А шоферу сказала, вызывай полицию То есть они проверили, посмотрели, у него в крови много алкоголя И сейчас, короче, приедет полиция и заберет его, ну, наверное, ветрезвитель там или еще куда Такая история Наверное, так будет, я сейчас прослежу эту историю Ну, он так все рассказывает, она все записала на руку, где живет, где, какой адрес, какой у него осеквет Ну, почему он пьяный? В полиции Вот Будет его оформлять Так, аккуратненько его перевели Ну, скорая собралась, поехала тоже Еще одна скорая И никто не хотел быть виноватым без вина И никто не хотел руками жар загребать А без музыки на миру смерть не грозна А без музыки не хочется проводать Но если есть в кармане пачка сигарет Значит, все не так уж плохо на сегодняшний день И билет на самолет с серебристым кругом Что взлетая, оставляет земле лишь тень Даю вам бесплатные концерты с серебристой мыслью Напомните нам о том, что такое истина Будет в кармане пачка сигарет Значит, все не так уж плохо на сегодняшний день Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!